МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Битва за Ураджа и подыходить до финиша. В регионе осталось убрать меньше 20% полев. Оркестр у погонах. Иде подрыхтовка до урочистостей у гонор 20-х годзе пограничной группы. Яны смагались за родиму. У Гомеля ушанують память советских партизан от Рада-большавик. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Уборочная кампания выходит на финишную промою. Выник працы агрария у нас сегодня 82% обмолоченных площадь и 840 тысяч тонн собранных азбожа. По колькам байны на полях протягивается и мониторинг к ходу уборочной кампании. Напереды дни специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов выехали у господарки Лельчицкого района. У центра уваги пытания техники биоспеки, организации горячего харчавания и спецобмундирования працевника уборочной. Под обязанностью репортажа Вероники Ворошилины. Эта операционная раница для комбайнера у Лельчицкого района распочалась из урочистых веншаваний. Перед проведением мониторинга полевых работ специалисты Гомельского областного объединения профсоюза уручают передвекам жнева, подяги, грошовые премии и подарунки. Улика узнагородженных механизаторы открытых акционерного товарыства Синпольская и Ксупударны. Многие из них мают с 20-ти годовый стаж працы и по 10 сезонов уборки заплячима. Кажуть быть, у передвеков им допомагают створенные комфортные умовы. Обеды нам подвозятся вовремя, два раза получается обеды и ужин. Форму тоже дают вовремя, зарплату вовремя дают. Что еще надо? Все работаем, все обеспечены. Отвозка проблем нет, с соляркой проблем нет, питание двухразовое. Воду привозят в пиццевую. Все нас устраивает, все работает, все нам нравится. Как доведаться, те отповедают слову передвеков уборочной рычаисности, наша сдымочная группа разом с техничной инспекцией накеровывается с проверкой у коммунальной сельскохозяйственной унитарной предприемства «Ударны». Сегодня оно одно из наибойных в Лельчинском районе. Комбайны на полях задержаны на 100 дня, с самой ранницы и до позднего вечера. Зараз тут убрано больше 70% поселных площадей. Как кажется, кто ест, то и так и працует. А тому механизаторы забеспечены гаражным харчеванием и пятной водой. Стравы на палетке им привозят двойче на день. На момент нашего визита у обеденном рационе, например, борщ, рыба с бульбанным пюре, компот и булочка. Наракания на контрорганизации гаража и харчевания тут нема. Профсоюзные инспекторы, отзнашаясь, перед початком уборочной в Лельчинском районе имелись опылные пытания по запеспечению работников в спецвопротке. Однако они были худко ликвидованы. Забота о людях, их безопасность, обеспечение питьевой водой, горячим питанием, спецодеждой – все это в зоне ответственности профсоюзов. И не случайно, ведь профсоюзы всегда стояли на защите от трудовых прав и интересов трудящихся. В нашем районе налажено четко, налажено сотрудничество между исполнительной властью, нанимателями и профсоюзами. И, наверное, благодаря этому получается и результат. Ведь сегодня у каждого трудностей немало. Но совместная работа, плодотворная работа, она всегда приносит свои результаты. У центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безопасности. Спочатку на Мехдвары к Супударной ведется проверка часописов, контролю, инструктажов. Затым перемещаемся на зерний сушильный комплекс господарки. За сутки он прямая коля 200-250 тонн сбожа. Тут проходит его першесная очистка и сушка. В ближайшие дни будет увиденную эксплуатацию новый зерний склад. Пытание безопасности працы на этом объекте на первом месте. По технике безопасности проводятся постоянно инструктажи. Есть инструкции, есть инженер по охране труда, который постоянно присутствует. На зернотаку закреплен ответственный главный специалист. И как в дневное время, так и в ночное время. Потому что сушка зерна на сегодняшний день идет круглосуточно. Закреплены специалисты. Все инструктажи первичные, повторные. Все проводится, все на должном уровне. Треба отзначит, у Ксупударной створены годные умовы не только для працы. Тут есть утильные помешкания, где можно привести себе аппараток после працеванного дня. Або отпочить в вольный час. Однако, по куль аграрам отпочивать неколе. Бо финальную кропку в уборочной кампании треба поставить до конца тыдня. Зараз в Лельчинском районе убрано больше 70% площу. Намолочено свыше 20 тысяч тонн сборжа. Середняя уроджайна складает 27,5 центнеров с гектара. Меж тым не доводится отпочивать и техничным инспекторам Гомельского областного объединения профсоюзов. С мониторингом полевых работ они будут выезжать у господарки региона и далее. Мы до конца уборочных работ посетим все районы области. Еще раз посмотрим, не мешая уборочным работам. Тему, в первую очередь, то, что сегодня волнует и людей, и техническую инспекцию, это обеспечение спецодеждой, спецобувью, питанием и соблюдением требований охраны труда при выполнении работ. Параллельно мы посмотрим еще вопросы работы студенческих отрядов. В ряде хозяйств сегодня области работают несовершеннолетние. И как организованы вопросы охраны труда с ними, мы это тоже будем смотреть. Оперативно, если будут какие-то нарушения, вмешаться. Опять же, подчеркну, не мешая уборочным работам. Вероника Варашилина, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» из Лельчицкого района. Память партизан и подпольщиков у дельников отрада «Большавик» ушануют 19-го жнивня. Каля мемориального комплекса «Партизанская крынишка» с на годы 76-й годовины створения отрада пройдет митинг «Рекви». Память загинувших у годы Великой Чыной войны ушануют представники органов Улады, ветеранских организаций и працованных коллективов. Протягнется мероприемство областной музеи военной славы. Тут отбудется сустреча фронтовиков, былых партизан и подпольщиков. Партизанский отрад «Большавик» – первый на территории в области. Он был створен в жнивне 1941 года подчас оборонных боев за «Гомель». Бойцы «Большавика» проводили диверсии на Чыгунцы, автомагистралях. Целком парализовали рух судов по РЦСОЖ. Разом с частями «Червоной армии» партизаны удельничали в операции «Паграціон». На проконце жнивня у «Гомеля» пройдут урочистости примиркованные до 20-го дня пограничные группы. Активный удел у святочных мероприемствах приме оркестры этого подразделения. Наши корреспонденти побывали на репетиции музыкантов у пагонах. Не глядяши на строгую форму, я ныне бояться показаться у нешим навод крыхусмешными. Хоть у дадзенном выпадку, напевно, до месяца будзе іншый выраз – веселыми. Военный оркестр Гомельской пограничной группы створены у 1999 годзе. Але до опошнего часу жихары в области яго практично не бачили. Выступления перед насильництвом, коли проходили, то у основным на програничной территории. Сегодня музыканты пыширают географию своих концертов, изменяется и репертуар. Уреште выступление военного оркестра – яшедзен способ створения становчего имиджу пограничников. Непосредственная задача военного оркестра – это, конечно же, обеспечение всех воинских ритуалов. То есть это разводы, строевые смотры. То есть это строевой репертуар, где играются марши. А вторая уже задача – это концертный репертуар. В концертный репертуар у нас музыка входит всякая. Начиная от классической, джазовой, джазовой эстрадной, популярной песни. У оркестры гомельской пограничной группы 17 человек, что не дозволяя выконовать складанные элементы строевой подрыхтовки. Для порауняния у оркестрах, які выступают на конкурсах, музыкантам нельзя у пять разов більш. Разом с тем такая односная нешматлика с неяким чином не отбивается на их сдольности робить аранжировки и придумывать новые элементы, які выконываются подчас руху. Коли запланованная здеясница, то уже в ближайший час оркестр гомельской пограничной группы станет обовязковым удельником усіх основанных мероприемств, які проходять на території нашей области. Раз, два, три, четыре! Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Областным центром ввестили конкурс фотографии «Мой любимый Гомель». Он присвеченный 875 годю города и будет проходить в формате фотокросс. До отделу запрашают профессийных фотографов и аматоров. Яны смогут зарабить незвычайные фотографии, які будуть звязаны с Гомелем або его же харами. Заявки на отдел принимаются до 30-го женивня. Подробязности можно доведаться на сайте Гарвы Конкама. И опошнее поведомление специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторных 9 офицейных пляжей Гомеля. Парушение санитарных нормов не выявлено. Принято решение об обмене забороны на купание детей и дорослых на пляже Прутковске. При этом не знято обмежование у дочинения Новобелецкого пляжа. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорту познайомить Михаил Садовский.